Для начала давайте перемешаем колоду карт самым стандартным способом Вот так все это дело подровняем и я попрошу зрителя сказать мне стоп на любой карте То есть я буду пролистывать вот так И он говорит стоп например вот на этой карте, это у нас дама пик И я прошу ее убрать в центр колоды следующим образом Зритель подснимает часть карт, мы убираем ее лицом вверх, куда-нибудь в центр И теперь если я щелкну, давайте посмотрим где именно находится эта дама И именно там поделим колоду вот таким вот образом И даму мы положим вот сюда и как вы видите она разделила колоду на 4 части Давайте посмотрим что у нас здесь, у нас была дама и здесь тоже дама И здесь тоже дама и здесь тоже дама То есть вот таким вот образом мы нашли 4 дамы А перед тем как мы перейдем к обучению на этот фокус, хочу рассказать вам о спонсоре этого видео Это магазин игральных карт реквизита 54карты.ру Там вы найдете огромный выбор карт для фокусов, в том числе и те карты, которые я использовал в этом видео Но я хочу обратить ваше внимание на мой фирменный набор Nero Young В него входит колода Bicycle Standard, это классическая колода для фокусов, которой пользуются все известные иллюзионисты Также сам набор бывает в двух вариациях Это вариация Classic, это вот такой вот конверт с трюковыми картами и обучение на трюки с этими необычными картами тоже входит в этот конверт Там есть визиточка Помимо этого есть вариация Pro, это чуть жестче вариация, туда входит флэп-карта для очень крутого фокуса А также защитный кейс для вашей колоды, то есть вы можете просто вот так вот закинуть карты в нее И все, карты будут в целости и сохранности Ну и разумеется ссылка на покупку этого реквизита будет в описании Можете смело перейти и приобрести Ну а мы переходим к обучению на сегодняшний фокус Итак, для того, чтобы повторить этот фокус, вам понадобится ровно 4 карты с одинаковым значением Это могут быть любые карты Я использую дамы, вы можете использовать королей, тузов, что угодно Вообще, в идеале использовать не очень примечательные карты, то есть не тузов Конечно, самый лучший вариант это какие-нибудь шестерки, восьмерки То есть, чтобы зритель точно понимал, что карта была выбрана случайно Но я люблю использовать именно картинки, потому что на них больше нарисовано И фокус выглядит чуть круче Долго объяснять, почему это так работает, просто поверьте Вам нужно взять, допустим, две красные дамы и положить снизу Ну а две черные, соответственно, мы берем и кладем сверху колоду Это вся подготовка на фокус То есть, сверх сложного здесь ничего нет И разумеется, для того, чтобы зритель нам доверял, нам нужно перемешать колоду в начале фокуса Чтобы он не думал, что у нас что-то заготовлено Мы просто делим колоду вот так Соответственно, здесь у меня снизу две дамы И здесь сверху у меня тоже две дамы То есть, мне нужно сначала пролистать две нижние карты здесь Потом перемешать карты, чтобы здесь две верхние карты пошли наверх Таким образом, верхние карты у меня будут сохранены И когда я подровняю, так же и нижние тоже будут сохранены Сверх сложного здесь ничего нет, просто делим Нижняя стопка идет у меня в правую руку Соответственно, сначала я отпускаю с правой руки Перемешиваю и сохраняю карты в левой руке И все Таким образом, у нас две карты остались сверху и две карты остались снизу Остальные карты перемешаны, и зритель не задает лишних вопросов Далее нам нужно навязать карту зрителю Можно навязать огромным количеством способов Самый простой, это вот такой вот способ Когда он говорит стоп и запоминает карту Но он достаточно явный для придирчивых зрителей То есть, некоторые могут дойти до того, что карта была вверху Поэтому я рекомендую вам вот такой вот способ Вы пролистываете колоду карт и делаете следующее Вот зритель говорит стоп И вы вроде как должны показать вот эту карту Но, когда вы приподнимаете верхнюю стопку Вот этими пальцами вы стягиваете верхнюю карту сюда Таким образом, она попадает сюда И вы навязываете ее зрителю То есть, скажем стоп Здесь, начинаем вот так стягивать И показываем ее зрителю Соответственно, показываем мы ее в открытую Потому что потом будет строиться на этом фокус Мы ее будем лицом вверх убирать якобы в центр колоды То есть, смотрите, пролистали У нас такой вот хват Здесь три пальца Они держат вот эту верхнюю карту Указательный и большой по бокам Большой пролистывает Берем вот так большим и средним И вот так вот вытягиваем Чтобы эта карта оказалась в центре Давайте лицом вверх Разочек покажу Раз Два Таким образом, мы даем запомнить зрителю Именно эту карту Я обычно еще перекладываю ее вот так Не сразу показываю его таким вот образом Кладу на эту стопку И вот так вот переворачиваю И после этого накрываю Потому что так будет Чуть запутаннее для зрителя То есть, мы пролистали Вытянули Положили вот так Развернули То есть, вам нужно просто ее отпустить И повернуть вот этой стопкой И теперь этой же стопкой накрыли обратно Хотя, по сути, мы оставили тот же самый порядок То есть, у нас здесь дама И снизу две дамы Далее, что мы делаем Мы просим зрителя подснять часть карт То есть, взять половинку Положить на стол Сколько бы он ни поднял В любом случае, вверх У нас будет вместе с дамой крести То есть, он поднимает И мы просим положить туда карту И накрывать мы, соответственно, будем тоже дамой То есть, уже между Этой дамой Находятся две другие дамы То есть, это выглядит вот таким вот образом У нас дама вот здесь И дама вот здесь И еще одна Дама вот здесь То есть, плюс-минус Это выглядит вот так Я надеюсь, это понятно Сверх сложного здесь ничего нет Далее мы просто раскрываем карту вот так И говорим, что разделим Вот таким вот образом колоду Мы слистываем Вот так То есть, мы оставляем вот этот сэндвич Остальное убираем вправо И влево Соответственно Далее можно вытащить вот эту карту И сделать вот такие четыре стопки И далее нам нужно эту даму положить на левую стопку Потому что здесь ничего нет Кладем вот так И теперь просто щелкаем три раза, например Я сначала переворачиваю большую стопку А потом уже открываю по одной вот эти И фокус заканчивается Я надеюсь, видео вам понравилось Я бы старался подробно обучить вас Этому простому, но очень интересному фокусу Не забудьте про лайк Комментарий Подписку Ну и конечно же Смотрите предыдущие видео Ждите новые Ну а с вами как всегда был Неро Янг Всем удачи Всем пока